Мы поговорим с Юрием Корольчуком, сооснователем фонда энергетических стратегий. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Юрий, скажите, что же это все-таки означает для российской экономики, что Индия решила поддержать санкции, введенные против Российской Федерации? Нет, ну, там, смотрите, там речь идет именно о потолке цены, то есть 60 долларов ограничения, по которым компании могут покупать российскую нефть. И сейчас, как мы видим, в принципе, Юрлс, он и не поднимается больше 57-58 долларов за баррель. Поэтому, в принципе, если Индия как бы и покупает по такой цене, они не нарушаются, соответственно. Ну, действительно, Индия, они самый такой крупный покупатель российской нефти в прошлом году были. Они практически увеличили, ну, не потребление, а покупку нефти практически на 42% по памяти. Ну, больше 40%. То есть вся практически вот эта нефть, то есть там, грубо говоря, где-то они купили 240 миллионов тонн, где-то раньше они покупали 160. То есть вот где-то 80 миллионов тонн они забрали на себя. И вот этот объем они, кстати, распределяют между другими странами, которые потом уже ее покупают. То есть уже они не только перерабатывают ее. Именно переработка нефти на готовый нефтепродукт не так существенно увеличилась в Индии. Они потом просто дальше занимаются перепродажей, грубо говоря, для европейских стран. Там уже, скажем так, на чеке стоит название других индийских компаний. И как бы это не российская нефть. И речь идет о том, что, в принципе, на этот год планы в Индии тоже немаленькие, большие. Они пытаются, скажем так, занять свое место вот этой всей историей с российской нефтью. То есть когда, фактически, получая такой дисконт, на самом деле там дисконт тоже не такой, скажем, и большой, и огромный, если посмотреть. Потому что Юралс – это только часть нефти, которую продает Россия за рубеж транспортным, морским путем. То есть по большому счету где-то 45% – это другие сорта, и они дороже. Но в любом случае Индия ТТА выигрывает, зарабатывает на этом. И на этот год они, скажем так, планировали увеличение закупки, скажем так, больше покупать российской нефти. Поэтому, скорее всего, вот эти переговоры, которые мы увидели, ну они такие как бы формальные, публичные. То есть это не под сукном, где там кто-то договаривается, что-то перекладывает. То есть, скорее всего, идет речь о том, чтобы, скажем так, не шло существенное увеличение нефтяных потоков именно через Индию. Потому что мы видим, даже США, они обращались, ну скажем так, это неформально, но в принципе на рынке есть такая информация действительно, что вот эти большие компании, Гунварда, например, такие, Витойл, да, такие крупные нефтетрейдеры глобальные, они, скажем так, получили такие как бы, ну не рекомендации, это нельзя сказать, чтобы они, грубо говоря, чтобы они не выходили из рынка российской нефти, чтобы они занимались дальше этими потоками, чтобы они контрактовали ее, да, не нарушая санкций, то есть, грубо говоря, по 60 долларов и меньше, но чтобы они не отдавали этот рынок полностью азиатским странам, ну в первую очередь, вот Китай и Индия. Потому что, по большому счету, это тоже как бы грозит, скажем так, существенными потерями для американских компаний. Они же как бы большой игрок, они занимались своповыми схемами, то есть, они свою нефть, которая была у них, добывалась, они ее как бы обменивали. То есть, например, там азербайджанская нефть, ну, к примеру, да, поступала на европейский рынок, да, а американцы отдавали азербайджанцам у себя в Карибском регионе, например, или в Латинской Америке объемы нефти, потому что ближе везти, да, транспортный плечок, короче. И вот таким образом как бы экономили, скажем так, на логистике, на доставке. То есть, ну это уже такие глобальные процессы заработка денег. И вот Индия, скажем так, можно сказать, что они получили такой вот сигнал, такую просьбу, нельзя сказать там предупреждение о том, чтобы они просто не, скажем так, не наращивали вот объемы получения, больших объемов с России. Юрий, Евросоюз и Соединенные Штаты обещают уже в этом месяце пересмотреть потолок цен на российскую нефть. Это будет пересмотр в минус, как вы считаете? Ну, скорее всего, мы сейчас видим ситуацию, когда с одной стороны Китай возобновляет свою экономическую активность, да, и больше покупает нефти. С другой стороны, мы видим и, во-первых, Россию, которую мы уже вспомнили, да, они сократили где-то на 500 тысяч баррелей поставки нефти, добычу нефти, точнее, добычу нефти, то есть уже уменьшая на мировой рынок поставки. Плюс Саудовская Аравия, они тоже как бы не наращивают добычу нефти, то есть пытаясь оставить цену на большем, да, на высоком уровне. Поэтому речь идет о том, что, по большому счету, цена может действительно снижаться, ну, на мировом рынке, да, вот в целом. Мы видим, бренд сейчас снижается, ну, там другие, как бы, аспекты влияют. Но где-то, если бренд будет снижаться, как условно, эталонная, да, нефть, где-то до уровня 6 долларов, вот такие есть, как бы. Плюс, как бы, Китай возобновляет экономическую активность, но другие страны, они в такой рецессии, Европа в рецессии, такой существенной, ну, как бы, свои проблемы, можно так сказать. И вот в этом ключе где-то там, скажем так, 45-50 долларов, да, мы могли бы увидеть вот такой, вот, следующий этап, да. Но, опять-таки, это все будет зависеть от, скажем так, от условий, от объемов, потому что мы видим исключения, которые потом делаются, что это уже касается нефтепродуктов. То есть нефть, которая перерабатывается в третьих странах, да, и нефтепродукты, которые потом поступают в Европу, да, это уже, как бы, они не подпадают под санкции. Там хочешь по 70 долларов продавать, покупая эту нефть. Вот в этом ключе, да, могут быть, скажем, такие конфликты, да, относительно того, там будет понижаться этот порог, да, то есть имеется в виду граничная цена. То есть 45 долларов будет, 50 долларов или 55. Ну, пока, я бы так сказал, что где-то до, точно, как бы, до лета, даже дальше, я думаю, 60 долларов, как бы, будет оставаться. То есть такая цена. Ну, даже и 60 долларов хорошо подтачивают российскую экономику. Вот за вот эти несколько месяцев после введения энергетических санкций, как много уже потерял российский бюджет? Потому что мы слышим новости о том, что Путин уже в полруки залазит в свой этот фонд национального благосостояния. И с такими темпами, как он оттуда достает деньги, ну, они летом, говорят, мировые аналитики уже и закончатся в этом фонде. Ну, относительно фонда я не скажу, сколько там, на сколько хватит, да. Но смотрите, на самом деле, в прошлом году, учитывая рост цен на энергоносители, на нефть, а нефть это ключевой, скажем так, ключевой фактор получения вот этих энергетических прибыли в части бюджета. То есть газ, не так даже они сократили самое существенное падение именно в поставках газа произошло, но там они никогда не давал газ такой ключевой доход вот в этой, в нефтегазовой части, да, бюджета. Нефтепродукты, нефть, нефтепродукты, уголь, они как бы приносили существенные показатели, давали. Так вот, в прошлом году, в принципе, продали за счет увеличения цены на 380 миллиардов долларов, вот всего. То есть это все-все-все, и газ, и нефть, и нефтепродукты. 380 миллиардов долларов. Это на 40%, скажем так, выше, чем в прошлом году. Ну, это был 22-й год, а это 21-й. То есть сейчас даже если мы увидим, а мы увидим, да, конечно же, снижение и цены на нефть, вот это ограничение, хотя, повторюсь, только 60% вот так окружим, продается морским путем, и только 60% подпадает под ограничение цены, то есть вот эти 60 долларов, то, ну, где-то, я думаю, миллиардов 20, ну, я не думаю, что даже до 30 миллиардов дойдут все такие убытки, да, от продажи нефти. Но, повторюсь, вот 380 миллиардов, а было фактически 270. То есть вот этот плюс они получили, россияне, за счет роста цены на нефть, на нефтепродукты, газ. Сейчас даже если цена снизится, и, скажем так, снизятся вот эти доходы, то, по большому счету, они останутся на уровне 21-го года. А если, кстати, сравнить вообще 20-й и 21-й год, вот по нефти только, например, очень показательный момент. То есть в 21-м году они получили прибыль, Россия, 110 миллиардов долларов за продажу нефти, только нефти, не нефтепродуктов, только нефти. А в 20-м году, когда коронакризис был, и все вообще там, как бы ограничивали все, закрывались, не работали, они 70 миллиардов долларов заработали. То есть и тогда же, как бы в 20-м году, ну, грубо говоря, жизнь у них продолжалась, да, то есть вот в этом ключе можно увидеть, как бы, ну, не дно, да, как говорят, да, вот там дно и дальше начали копать. Вот можно увидеть ту границу, да, куда еще можно падать, да. И, в принципе, нельзя сказать, что тогда там деньги закончатся, или экономика остановится, там, или нефтяной рынок схлопнется и перестанет работать. То есть, ну, это очень инертные рынки. Там нельзя изменить, там, не то, что за год, там, за пять лет ничего особенно нельзя изменить. Да, влиять можно, но, опять-таки, этот объем, который производит Россия, нефти, да, он очень существенный. Все-таки они, как Штаты, США, Россия, Саудовская Аравия, вот тройка крупнейшая производителей нефти, то есть добытчиков нефти, которые потом не перерабатывают. Заместить этот объем очень сложно, то есть это нужно, как бы, потратить очень много лет, скажем так, для того, чтобы вот такой цели достигнуть. Юрий, скажите, а есть ли серые схемы для энергетических санкций? Если да, то какие страны помогают Российской Федерации обходить санкции? Ну, вот то, что мы уже говорили, Индия, они стали, скажем так, ключевым таким игроком в этом вопросе. Частично меньше Китай, ну, если просто этот регион зацепить. Турция тоже существенно. Именно они нефть и нефтепродукты перепродают. Индонезия, например, тоже с азиатских стран, через нее очень много нефти тоже продается. Болгария даже там занимается тоже такими вопросами, скажем так. Они тоже перепродают. Поэтому эти схемы, плюс танкеры, которые сейчас выключают транспондеры, да, и они, фактически, даже не, их нельзя учитывать. Вот тоже очень серьезный аспект. Ну, чтобы, как бы так, не задурманивать голову зрителям, да. То есть, когда фактически не видно, сколько танкеров двигается, куда они доставляют свою нефть, тогда очень тяжело, вот даже этим компаниям, которые, там, инвестфондам, да, которые финансируют, кредитуют этот рынок нефтяной, там, JP Morgan, да, например, банки такие, ну, большие агентства, да, им очень трудно тогда понимать, действительно, какая будет цена на нефть, да, сколько можно, как бы, прокредитовать объемы на закупку нефти. То есть, это усложняет жизнь на рынке нефти. Так вот, и этот серый танкерный флот, он уже, как бы, активно существует, он активно, как бы, работает. Вот Мальта, Греция, они же повыводили часть своих, ну, где-то половину, насколько так известно, они вывели из европейской юрисдикции, то есть, перерегистрировали, просто говоря, поставили штамп там, проштамповали 200 листов бумаги, знаете, сделали, что это уже не европейские танкеры, ну, так грубо говоря, а заерегистрированы где-то там в Азии или в Северной Африке, и все, как бы, и, пожалуйста, они могут уже перевозить нефть, и даже там вот есть именно нарушение, что они могут перевозить нефть, которая продается больше, чем 60 долларов. Ну, в принципе, учитывая то, что Юрал Фитак сейчас, ну, не больше 60 долларов, да, то там, как бы, нарушений не так и много. Ну, где-то такая ситуация. Ну, в этой истории с обходом санкций интересно следить за Казахстаном. Сейчас власти этой страны сказали, что они намерены существенно увеличить поставки своей нефти в Германию. Тут вопрос, не будет ли это перекрашенная российская нефть. Очень интересно. Ну, там же ж труба идет через Россию, понимаете, в анекдоте, да, когда там Казахстан стоял бы и сказал, а где же Россия делась там на границе с Германией. Ну, так можно пошутить. На самом деле, действительно, проблема в том, что труба идет через Россию, да, и действительно они могут контрактовать, контрактовать именно объемы, то есть транзит, то есть выкупать право транзитовать нефть именно с Казахстана. То есть, действительно, но не факт, вот то, что вы говорите, действительно, что эта нефть будет именно с Казахстана. Нефть с Казахстана может уйти в Китай, опять-таки, через Россию, а россияне ближе, потому что даже экономически и логистически, да, ближе ее подать, скажем так, сэкономить на транспортном плече, ну, а сделать вид, что это казахская нефть, я бы так сказал. Ну, и вспомним, что не только российской нефтью брезгует уже весь цивилизованный мир, санкции коснулись и газа, и вот в Европе вскоре обещают создать картель для общих закупок газа. Вот объясните, что это за идея, как это будет работать, и реально ли поможет снизить цены на мировом рынке на газ? Ну, это идея еще, скажем так, прошлого года, просто тогда, скорее всего, я так понимаю, что, ну, мы уже увидели, что не было, скажем так, согласия между всеми странами, да, ну, сложно, еще все не понимали, что происходит, скорее всего, и не было достигнуто тогда такой договоренности. Было принято решение Еврокомиссии, что Еврокомиссия может закупать вот для всех стран Европейского Союза некоторые объемы газа, но не было конкретизировано именно, в какой форме это будет происходить. Сейчас вот они приближаются, скажем так, уже к формализации. Но опять-таки речь идет о том, что кто будет финансировать, то есть каким образом будет формироваться фонд денежный, да, то есть это будут деньги именно с бюджета Европейской комиссии, который у них сейчас есть в распоряжении, или он будет наполняться отдельно, это пока, скажем так, неизвестно, и это именно создает такой вопрос, насколько будет реальный и эффективный этот фонд. Ну, где-то приблизительно, можно так сказать, что, по крайней мере, те деньги, которые они должны потратить, это, ну, как минимум, я думаю, где-то в районе там 150 миллиардов долларов, где-то так пойдет на закупку газа в целом. Это если еще не возрастет цена на газ, и не придется, скажем так, пересматривать цены. Сейчас, да, 500 долларов где-то вот такая она как бы снизилась, но, скорее всего, к зиме, то есть уже, я думаю, летом, ближе к осени, да, мы увидим рост цены, если, скажем так, ситуация не стабилизируется, потому что, да, в Европе остались запасы газа, очень существенные, там фактически 60 миллиардов кубометров сегодня, ну, чуть-чуть меньше уже в подземных хранилищах, они его используют, но, опять-таки, стараются больше покупать уже газа по дешевой цене, по возможности, потому что там дорогой газ лежит в подземных хранилищах, которые покупали там и по 2000 долларов, ну, в основном, средняя цена была 1200 долларов, скажем так, объективно, вот, действительно, и мы даже, Украина тоже покупала где-то по такой цене, вот, Нафтогаз производил закупки по такой цене газа, небольшие, там, 800 миллионов кубометров купили всего за год, ну, не было нужды, зима теплая была, в принципе, поэтому выход, картель этот, конечно, выход из ситуации, но все будет зависеть от того, насколько будет этот фонд наполняться деньгами активно и насколько будет найден источник, опять-таки, покупки газа, извините, забыли самое главное сказать, потому что если не покупают российский газ, а его не покупают, только час идет через Украину и через турецкий поток, то все-таки нужно ориентироваться на, условно говоря, пока это сжиженный газ из США, да, но все-таки, опять-таки, если смотреть на зиму не с позиции, что она будет теплой, да, например, или сокращение потребления газа промышленностью, что произошло в Европе вот в этом сезоне, то тогда нужно увеличивать закупки, а не США пока, не Катар, опять-таки, даже, и даже российский, если сжиженный газ туда тоже включить, они не дают такую цифру, которая нужна в Европейском Союзе, там где-то дефицит получается в районе, ну, где-то 50-60 миллиардов кубометров, это если посмотреть предыдущие годы, там, вот, 19-й год, 18-й, то есть, потому что 20-й, это кризисный был коронакризис, 21-й тоже они только выходили из кризиса, вот такой дефицит будет, он остается пока, где этот газ возьмется, вот это непонятно, то есть, может, и деньги будут, как говорится, да, но вот газа самого может и не быть. Спасибо вам большое, Юрий, за такой интересный диалог, содержательный, главное, очень информативный. Юрий Корольчук присоединялся к нашему эфиру, спасибо.